Так уж получилось, что ООП это доминирующий альфач среди концепций в мире программирования. Легче перечислить места, где оно не используется, чем наоборот. И если ты не умеешь в ООП, значит ты мало кому будешь нужен. Да, я понимаю, что каждый раз, когда я говорю такие вещи, где-то подрываются нежные попочки сищников и функциональщиков. Но тем не менее, я не виноват в том, что рыночек порешал своей волосатой рукой, что объектно-ориентированное программирование супер нужно. И в этом видео я не только расскажу вам про ООП, но и укажу на самые распространенные непонятки и разберу их. Ну, я ведь не один замечаю, что в разных источниках количество парадигм меняется от 3 до 9, например. И самое главное, я буду руководствоваться авторитетом величайших и указывать источники, чтобы мы бахали не на доверии, а с пруфами. Просто, когда я вещаю без пруфов, мою мать начинает в комментариях переворачивать. А теперь к делу. В первую очередь малюсенькое такое предостережение. Целые языки создаются с идеей того, что они должны быть объектно-ориентированы. Например, Java, C Sharp, а C++ и вовсе был создан для того, чтобы напитать вся сладенькой ООП-мякоткой. И с неособым энтузиазмом мне придется упомянуть PHP, JavaScript и петухон. Ой, простите, оговорился, в сценарии не четко написано, я хотел сказать Python. Почему с неособым энтузиазмом? Дело в типизации. В языках со статической типизацией имеется ряд ограничений, которые надо учитывать, и там даже имеются особые механизмы, которые помогают бороться с этими ограничениями. Поэтому пытаться разобраться с ООП с использованием JavaScript, это как лизать попки муравьев. Вроде кисленько и как раз то, что надо, а вроде зеленая круглая карамелька дарит впечатление на порядок интереснее. Это не означает, что Python и JS плохие языки, это просто означает, что там чуточку все по-другому. Тем не менее, в этом видео мы будем учитывать и языки с динамической типизацией, и языки со статической. Ну а для начала у меня есть для вас замечательная новость. ООП не одно, их на самом деле дохера. Кто как хочет, так и реализует. Но я хочу выделить конкретно два вида ООП. Действительное и желаемое. Действительное это то, которое сейчас особенно популярное, и им обмазались C++, C-Sharp и Java. А желаемое это то, которое хотелось создателю первых концепций ООП, и им обмазались Smalltalk и его идейные продолжатели вроде Objective-C. Кстати, а придумывальщик этого вашего ООП Алан Кей. Этот чувак помимо программирования еще имеет научные степени по биологии и философии. Вдобавок он профессионально бахал на гитаре, не удивлюсь, если у него еще и хер по колено. Короче, Алан Кей это сын маминой подруги. В этих ваших интернетах написано, что когда он придумывал ООП, он вдохновлялся клетками живого организма. Типа система классная, рабочая, неплохо перестраивается, чего бы эту идею матушки природы и не припизжить немножечко. И он воодушевленный этой идеей запилил язык Smalltalk, который на то время считался супер-пупер бомбезной нанотехнологией, опережающей время. Но так уж получилось, что появилась Джава и задушила нахер Smalltalk. Из-за маркетинговой политики компаний, которые разработали эти языки, Джава улетела в небеса как биткоин в конце 2017-го, а Smalltalk отправился на помойку. Неплохая работа, рыночек. Сначала Smalltalk, потом Звездные войны, затем ванильная Кока-Кола, что следующее такое классное ты у меня заберешь, баб из моей порнухи. Но на самом деле, все было бы в порядке, если бы не один нюанс. Есть такой мужик Дэвид Уэст. Да нет, не этот, вот этот. Этот мужик известен в первую очередь за его княжульки по ООП, а во вторую очередь тем, что он крутит мамаш функциональщиков и джавистов на кукане. Все потому, что, по его мнению, ООП в джава это ООП курильщика, и это вообще маркетинговый ход. В настоящем ООП все должно происходить не так. И чтобы было понятно, что там не так, сейчас уместно будет вспомнить базовые принципы ООП в том виде, в каком они были сформулированы Аланом Кеем. Объект – это базовая единица объектно-ориентированной системы. Посылка сообщения – единственный способ обмена информации между объектами. Каждый объект относится к какому-то классу. Поведение объекта определяется его классом. Классы наследуют функциональность от предка. Все – объект. Вообще, все. И рубисты такие сейчас замахали головами, типа, да, все, объект, у нас тоже все является объектом, даже числа и строки, мы такие крутые. Только вот этого недостаточно. В Smalltalk, например, даже условные конструкции и циклы являются объектами. Вот это я понимаю все объект. И из этих принципов по итогу к данному моменту родилось шесть парадигм, три из которых иногда любезно не упоминают. Первая парадигма – инкапсуляция. Это одна из самых плохо понимаемых и херово воспринимаемых парадигм ООП. Все дело в том, что у нее есть две основные трактовки, которые отличаются от источника к источнику. Трактовка раз. Инкапсуляция – это объединение данных и функций, которые управляют этими данными, в единый компонент. Трактовка два. Инкапсуляция – это механизм языка, позволяющий ограничить доступ одних компонентов программы к другим. А вот вам для наглядности примерчик на C-шарпе. Он соответствует как трактовке раз, так и трактовке два. Мне довелось встречать парочку раз срачи. Какая трактовка правильная, а какая для мудаков. И почему вообще так получилось, что трактовки две. На самом деле такие срачи весьма рофильные. Это все равно, что одни пытаются доказать, что единица меньше двойки, а другие, что тройка больше двойки. И те, и те правы, просто акценты расставлены немножко по-разному. Трактовки-то друг другу не противоречат. При инкапсуляции происходит и объединение данных, и функции, которые ими управляют. И в некоторых случаях она позволяет ограничить доступ одних объектов к другим. Почему в некоторых случаях? Да потому что, например, некоторые языки предоставляют механизм рефлексии, из-за чего можно вторгнуться в любой класс. И наменять там даже приватные поля. Я, конечно, понимаю, что сейчас кто-то строчит коммент в стиле «рефлексия не считается». Ну, может и не считается. Такого же мнения по поводу инкапсуляции и Герберт Шилд. Вот цитата из его книги. Но в любом случае инкапсуляция не может являться сокрытием. Просто вот в комментах к прошлому видосу чуваки накопировали определения близкие либо к определению Шилда, либо определения более близкие ко второй трактовке, и говнят типа это сокрытие. А теперь читайте, блять, внимательнее. Инкапсуляция обеспечивает сокрытие, но не является сокрытием. Я могу обеспечить харчок в лицо хейтеру. Означает ли это, что я харчок? Нет. И если кто-то, блять, еще раз напишет в комментах, что инкапсуляция это сокрытие, то срочно звоните Илону Маску, потому что на тяге моего пердока он сможет добраться до стратосферы быстрее, чем на ракетоносителе Falcon Heavy. И вот вам сверху еще профец, даже Стив МакКоннелл разделяет эти два понятия – сокрытие и инкапсуляцию. Да, в принципе, если открыть книгу любого адекватного ООП писателя, то понятия инкапсуляции и сокрытия данных будут разделены. Герберт Шилд, конечно, не общепризнанный ООП-гений этого мира, но если вы хотите получить фундаментальные знания ООП, то можете полистать книженцию Мэйера «Объектно-ориентированное конструирование программных систем». И да, инкапсуляция в некоторых источниках иногда пропадает из общего списка парадигм ООП. Например, такое происходит в книге Митчелла «Концепты в языках программирования». Почему? Потому что ему дохуя захотелось ее выкинуть нахер. Ну, он и выкинул. А теперь переходим ко второй парадигме – наследование. Ну, здесь с трактовками-то попроще будет. Наверное. Наследование – это механизм языка, который позволяет описывать новый класс на основе существующего. Собственно говоря, в коде на C-Sharp это выглядит как-то так. На самом деле, эта парадигма тоже проблемная. Например, все считают нужным в определении наследования упомянуть, что оно способствует повторному использованию кода. Дескать, чтобы заново методы в другом классе не писать, достаточно просто наследованием обмазаться, и все будет славно. Хотя этого можно легко добиться и другими способами. На самом же деле, в действительном ООП наследование нужно только для того, чтобы формировать иерархии родственных объектов и открывать дорожку к полиморфизму. Само по себе оно нахрен не нужно, и даже является вредным. Потому что является причиной сильного связывания. Если говорить проще, у вас может появиться родительский класс, у которого 2000 наследников, и вам уже будет ссыкотно вносить правки в базовый класс, просто потому, что это может оказать нежелательное влияние на наследников. Причем, я имею в виду не только классы наследники, но и ваших персональных наследников. Потому что если в проде вы такое накодите, и эта штука создаст проблемы, то ваши коллеги очень сильно захотят пробить вам по бубенчикам. В желаемом ООП наследование вообще должно работать немножко по-другому. А если говорить точнее, то оно должно работать примерно так, как работает прототипное наследование в JavaScript. Там в качестве родителя выступает не класс, а конкретно сформированный объект. Естественно, в JavaScript объект родитель можно модернизировать на ходу. Типа парочку свойств туда докинуть и всякое такое. Что дает этой системе дополнительные возможности. Естественно, такое возможно благодаря динамической природе JS. Желаемое ООП вообще должно работать только с языками, обладающими динамической типизацией. Об этом даже Алан Кей писал в своем письме. Ссылка на это письмо будет сами знаете где. А знаете, что самое рофельное? Это то, что в JS в стандарте ES6 завезли дефолтные шарпоподобные классы с возможностью наследования. До сих пор гадаю, нафига это было сделано, ведь в нашем JS-овском пони-мерке и без этого было славно. Кстати, наследование – самая живучая парадигма. Ее, как правило, никогда не выкидывают из общего списка. Третья парадигма – полиморфизм. А вот тут вот сейчас вот вообще будет жоподробительно, потому что полиморфизм считается главной фишкой действительного ООП и второстепенной фичей желаемого ООП. Тут одним определением не отделаться, просто потому что в языках вроде C-шарп полиморфизм имеет несколько форм. Специальный полиморфизм или ад-хок полиморфизм – в народе полиморфизм говна. В C-шарп он представлен механизмом перегрузки методов. Ну, типа, когда ты определяешь несколько методов с одинаковым именем, но с разными типами принимаемых аргументов. Параметрический полиморфизм, который представлен в C-шарп дженериками. И полиморфизм подтипов, который достигается с помощью механизмов наследования и апкаста. Вот последний-то нас и интересует, ведь именно полиморфизм подтипов подразумевает, если речь идет об ООП. В общем-то, в языках со статической типизацией без полиморфизма в текущем виде наше ООП бы и закончилось, и не несло бы за собой никакой пользы. Ну, разве что мы могли бы код по модулям распихивать. Сомнительный плюс, не так ли? Но умные дядьки спасли ситуацию. Они, короче, посидели, подумали и придумали, каким образом можно схожим типом данных, которые явно заданы иерархией наследования, предоставить возможность иметь различные реализации. Вот, собственно, и поэтому при помощи переопределения методов и апкаста наши объекты могут выполнять различные действия. Звучит страшно, но на деле не так уж и сложно. Вот как в C-шарп выглядит простая система логирования. У нас есть иерархия классов, задача которых состоит в логировании всякого текстового говна. Одна реализация вываливает лог в консоль, другая записывает файл, а третья отправляет лог в самые глубины интернета. И в ходе выполнения программы пользователь сам решает, какая реализация ему подходит больше. Но если в языках со статической типизацией без полиморфизма нормально программировать было бы нельзя вообще, то в языках с динамической типизацией мы можем прямо в рантайме заменять методы в объектах непринужденным способом. Вообще, такой код в JS тоже считается проявлением параметрического полиморфизма. При динамической типизации полиморфизм настолько естественный, что вы юзаете его не задумываясь. И это при том, что в языках со статической типизацией легче у себя самого отсосать, чем разобраться с полиморфизмом. Поэтому джаваскриптизеры, которые пытаются в шарп, не могут дышать полной грудью, их душит статическая типизация. Если допереть до того, как работает ad hoc полиморфизм и параметрический полиморфизм не составляют проблем, то с полиморфизмом подтипов придется реально поднапрячься. Лично до меня доперло, как все работает, после того, как я начал пытаться осваивать паттерны. И когда я допер, как работает паттерн стратегия, до меня дошло, зачем нужен полиморфизм подтипов и интерфейсы. У нас по паттерну стратегия, кстати, есть видос, если что. Вот. Ссылка на него будет, сами знаете где. Раз уж у нас такая пьянка, давайте-ка я вам покажу одну интересную фичу. Хоп. Как мы после апкаста сможем вызвать метод с именем тест? Никак. Неужели он пропал? Не совсем, потому что он вызывается через метод тест 2. Неужели метод тест из публичного стал приватным? Так и есть. Получается что? Что полиморфизм обеспечивает сокрытие. Ничего вам не напоминает? Полиморфизм, как и наследование, никогда не покидает общий список парадигм ООП. Разве что меняется степень его важности в зависимости от типизации языка. Типа в контексте питона он... Аааа, какой-то полиморфизм, а в контексте си-шарпа ООГО, полиморфизм. Четвертая парадигма – абстракция. Весьма занимательная парадигма. Абстракцию часто понимают неправильно и путают с инкапсуляцией, просто потому что в деле слегка замешано ебучее сокрытие. Как же оно уже затрахало? Абстракция гласит, что мы должны выделять важные характеристики объекта. В общем-то мысль в том, чтобы мы были в состоянии определить минимально необходимый набор этих самых характеристик для того, чтобы можно было решить поставленную задачу. Опутают их с инкапсуляцией, потому что и то, и другое косвенно влияет на формирование публичного интерфейса нашего будущего типа. На самом деле абстракция – важная вещь в ООП. Но блин, она настолько тривиальная, что я бы не стал выводить ее в какую-то отдельную парадигму. И многие авторы книг на самом деле так и делают. Да, об абстракции могут вообще не упомянуть. А могут вывести отдельное небольшое определение. И не относить его вообще никак к парадигмам ООП. Лично я не помню, чтобы в какой-то значимой книге из прочитанных при подготовке этого материала абстракцию предоставляли как целую парадигму ООП. Чего я не могу сказать о различных статьях в интернетах и википедии. Там какой-то нездоровый интерес к этой теме. При том, что в аналогичных англоязычных источниках такой херней особо не страдают. А следующая парадигма – это посылка сообщений. Это так по-модному любят называть процесс, когда объект вызывает метод у другого объекта. И да, на этом все. Если мы говорим про реализацию ООП в таких языках, как C++, Java и C Sharp. Не так уж и круто. И вроде как логичной и естественной. Поэтому про эту парадигму любят любезно не упоминать, из-за чего она вываливается из общего списка. Но на самом деле не все так просто. Реализация ООП, например, в Objective-C отличается тем, что посылка сообщений там работает не так, как это происходит в C++, C Sharp и Java. Разница заключается в том, что если объект не имеет вызываемого метода, то просто ничего не произойдет. Например, при такой реализации мы можем пытаться вызвать метод у объекта, который будет равен null, без пощечины в виде исключений. Но когда мы пытаемся вызвать метод у null в C решетке, то он начинает оправдывать это свое прозвище, потому что в нем все по понятиям. Вот объявлен у класса метод, значит ты можешь к объекту этого класса обращаться, вызывая этот метод. А вот вызывать метод, который не объявлен у класса, это не по понятиям, и компилятор за такое отправляет на парашу еще на этапе компиляции. А запилили эту фичу именно так, а не как это задумывалось в исходном варианте Алланом Кеем, просто потому что пффф, непроизводительно, сделаем так, чтобы было меньше долбанного оверхеда, потому что ваши сраные отправки сообщений неэффективные, а значит плохие. И вообще, не было такой парадигмы. Идите в жопу. Ну и конечно же у Дэвида Уэста и Аллана Кея такого бугуртят до сих пор, потому что они считают, что этот момент довольно таки важен, и без него ООП не ООП, а какой-то кусок говна для процедурщиков. На самом деле, мы можем эмулировать отправку сообщений, например, вот вам реализация посылки сообщений от Артема на Джаваскрипт. Ссылочка на гитхаб, сами можете догадаться где. Поподробнее про такие вещи вы можете прочитать в книге «Структура и интерпретация компьютерных программ» в третьей главе. Правда, там кодят на мертвом диалекте Леспа, поэтому, если вы все-таки решитесь, то заранее приготовьте тазик с теплой водичкой, ну, чтобы расслаблять олдскулы, которые обязательно сведет. Следующая парадигма – повторное использование. Это вот вообще какая-то супермутная парадигма. Она подразумевает, что все предыдущие пять парадигм должны быть направлены на повторное использование кода. Это, блядь, разве не очевидно? Совсем не удивлен, что эту парадигму постоянно выкидывают. Наверное, она имеет какой-то смысл в философском плане. А может и нет. Есть там сеньоры-помидоры на канале? Жду ваших оправданий в комментах. Потому что эта тема реально странная. Тысячу источников перерыл, чтобы понять сакральный смысл этой петрушки. Но если про повторное использование и пишут, то что-то в стиле «ну, повторное использование кода, ну, ты понимаешь, код если повторять, то меньше писать придется». Да что вы говорите, капитан? Вообще, раз уж некоторые источники позволяют себе менять число парадигм и их трактовки, чем этот канал хуже. Предлагаю всеобъемлющую кросс-концептуальную парадигму под номером шесть с половинкой. Опиздюляция. Парадигма гласит, что ребята, пишущие код, который невозможно изменять после его написания, должны получать в темной подворотне черенком от лопаты по хребтине. Ну и на этом с парадигмами все. Хотя мне довелось встречать какой-то довольно странный набор из девяти парадигм, которые являли собой четыре парадигмы из основного набора и еще пять концепций из Solid. Но в основном на это жаловались студенты определенных вузов. Это какой-то интересный закидон конкретных преподавателей. Не берусь спорить о уместности причисления принципов Solid к парадигмам ООП, но Solid прикольная штука, и мы обязательно с вами когда-нибудь с ней разберемся. Не забудь подписаться и поставить колокольчик, а то ведь такой сочный контент пропустишь. И все ссылки на материалы, которые использовались для подготовки этого видео, находится у меня в жопе. До скорого, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok